В середине 20 века люди открыли новый вид энергии. Энергию деления атомов. Это был научный прорыв, ведь цепная ядерная реакция давала больше энергии, чем газ, нефть и уголь вместе взятые. С тех пор началось глобальное строительство атомных электростанций. На самом деле радиация существует вокруг нас постоянно. И на улице, и в помещениях. Этому даже есть понятие естественный радиационный фон. Его происхождение не зависит от техногенных факторов. Оно вызвано Солнцем и космическим лучами. Но давайте все же разберемся с тем, как влияет радиация на организм. Точнее, влияет ли в малых дозах. Шведский ученый Рольф Зиверт еще 71 год назад научно доказал, что облучение не имеет порогового уровня. То есть определенного значения, при котором наблюдаются скрытые либо явные повреждения. Таким образом, даже минимальные дозы радиации способны вызывать генетические изменения, но долгое время не проявляющиеся внешне. Нам известно, что большая доза радиации, называемая дозой острого облучения, вызывает угрозы для здоровья. И чем выше эта доза, тем выше риск для здоровья. Нам также известно, что радиация влияет на разные клетки в организме по-разному. Наиболее сильно страдают от радиации клетки, которые подвергаются частому делению, а также не специализированные клетки. Так, например, клетки в зародыши, кровяные клетки и клетки репродуктивной системы больше всего подвержены отрицательному влиянию радиации. В то же время, кожа, кости и мышечные ткани менее подвержены воздействию радиации, но меньше всего радиация действует на нервные клетки. Более 70% радиации, которая поступает в организм человека, происходит через органы дыхания и пищеварения, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. В связи с этим введены нормативы СанПИН, которые ограничивают содержание радионуклеидов в пище, воде и воздухе. Но помните, при покупке дозиметра для определения уровня радиации необходимо обращать внимание на производителя и понимать, что действительно точное устройство не может быть дешевым.